Кукушка В городе мне жить или на выселках Камнем лежать или гореть звездой Звездой Ёлки-палки, что это за лето такое, блин? На дворе 16 июля, блин, холодрыга, ветероган, дождь Пионер всегда готов Сейчас 10 часов, я еще жду Я не знаю, сколько буду ждать Знаю точно, что операция состоится до обеда И уже психую Но деваться мне некуда Блин, дай бог не умереть Все, увидимся после операции Все, отстрелялась Только что вышла из операционной Я думаю, что они мне что-то в эту капельницу добавили Потому что это очень весело И ничего не болит Танки грязи не боятся И вообще я уже способна пойти домой Сейчас я встану и пойду в туалет И если разрешат, до дома могу пойти домой Я вообще уже как на работу туда хожу Что ж там париться здесь лежат? Пускай отпускают меня домой Все, я уже здесь не хочу Мне уже ничего не болит Опять по фуншую Вот эту вот штучку Но сейчас перформанс Твейская перформанса Мерпус Альфер Мерпус Альфер Мерпус Альфер Подают вот такой вот граненый стаканчик Чинзяк ведь никто не наливает Опять дали какой-то сыр Но у вожуха они кушают Тертый, свежий сельдерей То, чего мы не делаем О, сельдерейчик И я между прочим читала Что сельдерей в борьбе с раком Это просто панацея Также дали какой-то горошек С морковкой Ничего, аппетит у меня такой хороший Сегодня вот эту вот бранулу Катетер Засовывал такой альфа-самец В прошлый раз анестезист Была женщина в возрасте Так она мне такое ощущение Что бревно в вену засовывала Так больно было А в этот раз Ну, соображает пацан Посмотрела, подумала Ничего себе, легкая рука Муж, короче, рядом здесь сидит Депрессует Всем тот вопрос задает Не пошел ли рак блуждать по организму Разнарушили саму текстуру опухоли Нам тут медсестра, короче, объяснила Что, как они вообще проверяют Они отправляют на анализ Вот саму эту опухоль Которая похожа у кого как У меня была как паук Такой, как медуза Гаргона Или как ее там звали И они смотрят на края Если края ровненькие все Значит опухоль вытащили А если где-то покоться на обрезано Значит есть вероятность Что там миллимиллиметр где-то остался на коже Поэтому они почистили Операция длилась два с половиной часа То есть это вам не и дульки воробьям показывать Я думала, что это самая легкая операция Оказывается сложная Но прошла легче для меня Чем в прошлый раз Я вернулась с... Как это называется, блин? Блин, вот химиотерапия повлияла на головешку-то С реанимации я вернулась Вот И сразу же обула тапочки И пошла в туалет Сразу же через пять минут Погуляла чуть-чуть по коридору Ну короче нормально Муж даже сказал Блин, не дай бог Если тебя еще один раз прооперируют Конечно Дай постучать Постучать, постучать по дереву Если тебя еще один раз прооперируют Если у тебя будет еще один раз операция То ты вообще на своих ногах С реанимации вернешься Еще, блин, плеткой будешь Подгонять санитара Который тебя толкает кровать Чтобы он быстрее двигался Блин Юмор такой у него Так я тоже Разрабатываю в своем Муже иммунитет К черному юмору Говорю Что ж ты так, блин, паникуешь Не дрейвь У меня свекровь Купила место на кладбище Мы хоронили деда Два или три года назад Не помню Ну мужа свекрови И она сразу прикупила еще четыре места Так я вот тогда подумала Что это за кадр, блин, что это за выход Это чушь четыре места Не четыре, место для нее У нее уже приготовлено То есть четыре У нее двое детей И муж сестры И я То есть для всех уже все Апартаменты готовы Но так я, блин, туда не собираюсь Пока Я их подожду Знаете, сейчас модно Купить квартиру И сдать ее в аренду Или взять там в ипотеку квартиру Сдать ее в аренду Ну коммерческий ход такой Блин, ба-ба-ба-ба Язык мой, брак мой Чего же ты меня так на философию На философию прорвала Короче, еда здесь опять не никакая Мама моя сейчас придет ко мне Хотела само собой Еды принести Спрашивала меня, что надо Там супчик, туда-сё Я говорю, не надо Головцы крутить не надо Пульончики куриные Это все завтра Сегодня отходняк после операции И вообще Я вот как пришла Сразу сказала врачу Давай, выписывай Я уже готова идти покорять мир У меня вообще Мне некогда здесь торчать У меня планы Мне надо в Хамбург съездить У меня столько работы Чего мне здесь торчать? Мне не нравится Вообще Здесь как-то наводит на негативные мысли Знаете Вот как приеду домой Ну как выпишут Сразу куда-то съезжу На 2-3 дня Потому что Через 2 недели Если придет гистология Там пойди знай Может опять херня выйдет И опять надо будет делать операцию Или назначу там химиотерапию И зависну здесь в больничке надолго Или лучевую Или блин Не дай бог Что эта судьба нам еще принесет Сидим сейчас с любимым И чем больше рассуждаем Тем больше заходим в тупик Это просто интриги Скандалы Расследования То оправдываем врачей То обвиняем Что на самом деле случилось Когда это все закончится Будет следующая операция Не будет следующая операция И сколько зависну в больнице Не пойдет ли ранний рецидив От того что месяц между операциями И от того что не убрали все щупальцы раковые Что вообще будет дальше Короче решили вообще на эту тему Не общаться больше Потому что это уже катастрофически напрягает Хотя находясь здесь в онкоцентре Это не особо удается То в прошлый раз умрала женщина В соседней палате Сейчас в соседней палате Женщина которая без конца кашляет То есть постоянно обстановочка намекает На то что здесь все больные Многие женщины после операции Многие с такими серыми лицами Совершенно бесцветный какой-то цвет лица Все какие-то бледненькие, бедненькие Все окают, акают, у всех все болит Короче Даже самый оптимистичный человек Сидя здесь Начинает так потихонечку Прямо кожа, знаете Волосы на руках дыбом И на голове Стоют Хочу домой Короче, хочу домой Но знаю, что мне нельзя домой Так как еще минимум один день колоть антибиотик А потом уже дальше как пойдет Операция, конечно, была не такой сложной Как в прошлый раз Поэтому посмотрим, что мне завтра скажут на приеме Но как-то дома обстановочка более располагает К тому, чтобы забыться от этой бяки А здесь наоборот напоминает то Что эта бяка есть И что она может вернуться И что здесь многие уже по второму, по третьему, по десятому кругу И я не хочу об этом задумываться Я вообще уже просто не могу общаться на тему рака Уже даже задумываюсь снимать дальше видео или не снимать Потому что это чуть-чуть напрягает И еще что напрягает Не то, что напрягает Просто так вот сняла видос И поставила его на ютуб И все, все смотрят А когда там родственники начинают там звонить И с каждым обсуждаешь эту тему Каждому объясняешь Каждого успокаиваешь Потому что они все в панике И все боятся Это для меня тяжеловатенько Так скажем Поэтому я стараюсь абстрагироваться От лишних звонков Потому что начинает болеть голова Начинает по 10 раз То же самое Опять 25 И очень сильно начинает болеть голова Поэтому иногда беру паузу И просто не отвечаю на звонки Не могу это все пропускать через себя много раз Мне легче один раз Снял и выложил И пускай все смотрят А 10 раз это все опять пережевывать И опять объяснять Ну мне хуже становится Поэтому я не отвечаю на телефонные звонки Это не значит Что я не уважаю тех Кому я не отвечаю Я стараюсь на эту тему Вообще не общаться Делать вид Что болезни нету в моей жизни И жить как обычный нормальный человек Почему нет Что раз уже заболела То надо забиться под кровать Нет Нет